Музыка Предполагается, что женщине присуще спокойствие. Но женщины испытывают то же, что и мужчины. У них также потребность проявлять свои способности и искать для себя поле деятельности, как и у их собратьев-мужчин. Вынужденные жить под суровым гнётом традиций в костной среде, и они страдают совершенно так же, как страдали бы на их месте мужчины. И когда привилегированный пол утверждает, что призвание женщины только печь пудинки и довязать чулки, играть на рояле и довышивать сумочки, то это слишком ограниченное осуждение. Неразумно порицать их или смеяться над ними, если они хотят делать нечто большее, учиться большему, чем то, к чему обычаи принуждает их пол. Это Джейнер Шарлотты Бронтон. Эту книжку я прочитала, когда мне было лет 12-13. Когда я оканчивала филологический факультет педагогического университета, творчество Шарлотты Бронта стало темой моей дипломной работой. Её героини в чём-то созвучны мне лично, что это очень эмоциональные героини, и очень остро воспринимают окружающий мир. Вот, наверное, в этом и было созвучие. Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил её Паш. Было всё очень просто, было всё очень мило. Королева просила перерезать гранат, и дала половину, и пажа истомила, и пажа полюбила, вся в мотивах сонат. Вот у меня эти книжки «Несколько томиков северянина» такое лекарство при любом настроении. Приходишь в плохом настроении, хочется, ну, я не знаю, рвать и метать. Просто берёшь и вдруг открываешь, ты абсолютно по-новому прочитываешь какие-то произведения. Мне нравится то, как он придумывает слова, как он играет со звуками, как он придумывает какие-то необычные такие формы, образы. Мне кажется, он очень такой живописный, прямо сразу картинки предстоит перед глазами. Дети прыгали, весело бежали и кружились. И Митрич не отставал от них. Душа его переполнилась такой радостью, что он не помнит, бывал ли ещё когда-нибудь в его жизни этакий праздник. «Публика!» – воскликнула наконец. «Свечи догорают. Берите сами себе по конфетке, да и спать пора». Дети радостно закричали и бросились к ёлке. А Митрич, умилившись, чуть не до слёз, шепнула графине. «Хорошо, баба!» Прямо можно сказать правильно. Это был единственный светлый праздник в жизни переселенческих божьих детей. Митрича. Никто из них не забудет. Эта книга называется «Серебряная метель». Большая книга рождественских произведений. Очень люблю жанр святочного рассказа. Это из рассказа «Ёлка Митрича». Цикл такой был о переселенцах и в центре рассказа дети, которые остались без родителей, сиротки. И вот для них смотритель за этим домом, где ребятишки жили, решил устроить на Рождество ёлку, как в богатых домах. Мораль простая, особенно у русских писателей. Будьте сами волшебниками в праздник. Чуть-чуть. Сделайте какое-нибудь маленькое чудо, ну и вам самим станет очень светло от этого. Партнер рубрики «Читай любимый край» сеть книжных магазинов «Читай город». Здесь книги находят людей. «Читай». «Читай измененем guy»